Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем говорить об инфинитиве и о герундии. Что, когда употребляется. И перед нами длинный марафон перечисления, просто-напросто перечисления случаев, когда употребляется инфинитив и когда герундий. Это первая часть. И здесь мы будем говорить исключительно об инфинитиве. Герундий будет во второй. Итак, случай первый и один из самых основных, когда употребляется инфинитив, это тогда, когда мы говорим о цели. То есть, когда у меня звучит слово «чтобы». Как это понимать? Ну, возьмем такой пример. He works hard to become a professional. Итак, что мы здесь имеем? На первом месте у нас, естественно, подлежащее, потом сказуемое. Все нормально. Обратите внимание, что когда у нас в предложении инфинитив, тем не менее, нам нужно сказуемое, нам нужен нормальный основной глагол. Здесь present simple, но сейчас мне это не важно. Далее у меня там еще чего-то, у меня еще наречие стоит, и в принципе его могло и не быть. Это просто частный случай. А дальше у меня стоит вот «to become». Вот это и есть мой инфинитив. Вот это то, чего мне надо сейчас. И если перевести это предложение, получится так. Он работает много или работает интенсивно, чтобы стать профессионалом. В английском предложении слово «чтобы» нет. Чтобы стать переводится вот это «to become». И вот когда у меня такая ситуация, когда в предложении у меня есть подобного рода мысль, значит у меня будет инфинитив. Возникает вопрос, в английском языке вообще есть слово «чтобы» или нет. Да, слово «чтобы» в английском языке, тем не менее, есть. И это «in order to». Ну и иногда у него еще бывает дублер «so that». Но в 99% случаев это «in order to». Почему же мы здесь не поставили «in order to»? Просто потому, что «in order to» делает предложение более формальным, намного более формальным. Ту же самую фразу я могла бы переговорить так «he works hard in order to become a pro». Да, это было бы нормально, но это было бы значительно официальнее, значительно формальнее. Ну и чтобы убрать эту формальность, люди просто игнорируют «in order to», но вы можете его ставить, это не проблема. Следующий случай – это после определенных глаголов. И здесь проблема в том, что этих глаголов невероятно много и все запомнить невозможно, поэтому рано или поздно потребуется хороший словарь. Инфинитив ставится после таких глаголов, как agree, appear, expect, hope, decide, promise и еще много-много-много других. Здесь нужно помнить, что этих глаголов на самом деле намного больше, чем я здесь их написала. Это, ну, едва ли, может быть, даже не десятая, может быть, двадцатая часть, а может быть, и того меньше. В любом случае, если я сомневаюсь, что мне делать, что мне ставить, мне приходится открывать словарь. Каким образом это делается? Я беру свой глагол, допустим, мне интересует слово promise, Я открываю его в словаре, при этом желательно хороший словарь какой-нибудь, кембриджский, оксфордский, эбилингвы, например, или другие какие. И обычно это видно либо на примерах, либо даже дается отдельное упоминание, что после этого глагола ставится инфинитив, или после этого глагола ставится инговая форма. И даются примеры, и таким образом я могу понять, что вообще после него может быть. Ну, вот, допустим, такое. Опять же, у меня подлежащее, сказуемое, все нормально, и вот мой инфинитив, вот он. Вообще говоря, это to do some shopping должно быть, но сейчас нам это не важно. Вот таким образом. Почему? Потому что после слова plan ставится инфинитив, и не более того. Здесь нет никакой закономерности, невозможно понять, почему после одних слов ставится герунди, и после других инфинитив. Надо запоминать, друзья мои, ничего не поделаешь. Далее номер третий. Инфинитив также ставится, если у меня в предложении появились после сказуемого, здесь это очень важно, если после сказуемого стоят какие-нибудь прилагательные или наречия. Как это понимать? Если мы вернемся к первому примеру и посмотрим его, he works hard to become a pro. Еще один аргумент в пользу инфинитива, кроме того, что здесь чтобы, кроме этого, здесь еще стоит вот это hard. Hard это как работает. И вот в таких вот случаях у нас должен стоять инфинитив. Кроме того, здесь есть еще один маленький нюанс. Особенно питательная среда для инфинитива, если мои наречия и прилагательные выражают какие-нибудь чувства и эмоции. Личное отношение к чему-либо. И мы все знаем эти выражения. Ну, например, такое. I'm glad to see you. Я рад вас видеть. Вот, пожалуйста. Вот у меня подлежащее сказуемое, здесь все вместе. Далее у меня glad, прилагательное. И далее у меня вот инфинитив стоит. Или I'm happy to meet you. Какие здесь еще могут быть слова? Это может быть happy, это может быть sad, glad, sorry и так далее, и так далее. Их очень много. Я сейчас не хочу особо распространяться. Далее очень родственная ситуация. Я даже поставлю 3.1, потому что сейчас увидите почти то же самое. То есть, опять же, комбинация прилагательного или наличия, но уже к нему добавляется, перед ним точнее, добавляется еще вот такое. Too enough. Дальше у меня будет либо прилагательное, либо наречие. Не суть важно. Они по духу очень близки. И вот после такой штуки у меня будет стоять инфинитив. Можно сказать, что это почти то же самое, что в предыдущем, только здесь, в принципе, любые прилагательные наречия у меня могут быть. Не обязательно там чувства, эмоции какие-то. Ну и вот еще после основного глагола у меня будет добавляться too или enough. Ну вот, допустим, такое. He is too young to drive. Опять же, у нас подлежащее, сказуемое, все как обычно, все как было вот в предыдущем предложении, все то же самое. А дальше, если здесь просто было glad, то здесь у меня вот too young. У меня два слова. Вот еще too у меня нарисовалось перед young. А дальше у меня инфинитив. Все как в предыдущем предложении. То есть, эти случаи очень-очень родственные. То есть, он слишком молод, чтобы водить. Или, допустим, he is old enough to drive. Он достаточно взрослый для того, чтобы водить и автомобиль. Далее, следующий момент. Здесь есть еще продолжение. Кроме прилагательных и кроме наречий, мы также имеем право ставить вопросительные слова или вопросительные местоимения. Все эти where, what, when и так далее, и так далее. How, which и, в принципе, здесь может быть любое вопросительное слово, кроме одного. Отдельной строкой стоит слово why. Why ставить с инфинитивом нельзя. Это выглядит немного странно, но именно так оно все и есть. Ну, допустим, возьмем такой пример. I don't know where to go. Что мы имеем здесь? Здесь у нас нормальное подлежащее. Вот основной глагол со вспомогательным. Дальше у нас стоит where. Вот оно. Согласно тому, что это вопросительное слово. А далее у нас вот инфинитив. Я не знаю, куда пойти. Все дословно. Если взять пример с why, с why такой фокус не получается. Допустим, I don't know why he said that. Не знаю, почему он это сказал. Вот why. Особенное слово, оно уникальное, и надо о нем всегда помнить. И поскольку инфинитив стоит и после прилагательного, и после наречия, и после сочетания прилагательных и наречий с to и enough, и кроме того еще после вопросительных слов или вопросительных местоимений, логично предположить, что инфинитив можно, наверное, еще ставить после существительных и местоимений. И так оно и есть. Действительно, инфинитив можно ставить после существительных и местоимений. Ну вот, допустим, возьмем пример с существительным. It's pleasure to stay here. Что мы имеем здесь? Здесь опять подлежащее. Вот у нас маленькое крошечное сказуемое. Дальше существительное, собственно говоря. Вот оно. И дальше у нас вот инфинитив. Или, допустим, можно такое. I want you to help me. Позже мы узнаем, что это называется сложное дополнение. Здесь у нас вот подлежащее, вот сказуемое. И вот у нас стоит местоимение, ака первое дополнение. И дальше у нас инфинитив, ака второе дополнение. Вот таким вот образом. Из этого мораль. Инфинитив может стоять после любых частей речи. При этом это полный инфинитив. Следует об этом помнить, что нужно ставить to. У нас весь спектр всех частей речи практически. С герундиями или синговой формой такое будет невозможно. Далее, следующий случай, когда ставится инфинитив, это после модальных глаголов. Мы это все знаем. Собственно говоря, после модальных глаголов мы его и привыкли видеть. Все эти I can swim, I can dance, you must go там и так далее, и так далее. Простенькие и не очень простенькие предложения. Вот в таком духе. То есть у меня подлежащее. У меня вот модальный глагол стоит, а дальше у меня инфинитив. И обратите внимание, у меня нет частицы to перед инфинитивом. Кроме того, у этой ситуации опять же есть еще один подвид. Если у меня сочетание модального глагола с основным глагоном, а после него может стоять инфинитив. Такое тоже бывает. То есть это после всех этих would prefer, would love, would like и так далее, и так далее. Строго говоря, это даже уже не совсем конструкции с модальными глаголами. Это уже больше фигуры речи. Но тем не менее. Would, как бы то ни было, здесь все же модальный глагол. Это выражение would like, would love, would prefer. Допустим, I would like to have a cup of tea. Я бы хотела выпить чашечку чаю. То есть вот подлежащее, вот would like, а дальше у меня инфинитив. Вот он во всей красе. И обратите внимание, с частицей to. Хотя и вроде бы стоит у меня модальный глагол, но тем не менее to ставится, потому что инфинитив стоит не рядом с модальным глаголом. Он стоит после второго, по сути, инфинитива. Вот благодаря этому слову like я имею to have, а не have просто. И отдельный случай, наверное, самый загадочный, самый такой необычный, что ли. Это в разного рода оборотах и конструкциях. Итак, оборот первый. Здесь нужно просто запомнить порядок слов. На первом месте у меня будет it. Далее у меня будет be. Но be у меня будет в разных формах. Там может быть ace, может быть ar, может быть m, может быть чего угодно. Далее у меня будет обязательно прилагательное. Далее у меня off. А далее у меня либо существительное, либо местоимение. Теперь, как это выглядит в реальной жизни. Допустим, it is so kind of you to invite me here. Если мы посмотрим на это предложение. Вот у нас it. Вот оно. Дальше у нас be. Вот оно. Дальше у нас adjective, то есть прилагательное. Вот оно. Дальше у меня off. Дальше у меня noun или pronoun, то есть либо существительное, либо местоимение. Вот оно, маленькое такое. А вот дальше, наконец-то, у меня стоит инфинитив. Здесь невозможно это понять. Его даже переводить очень тяжело. Вы очень добры пригласить меня сюда. Вот что-то в этом роде. Вы так добры, что пригласили меня. Здесь невозможно, опять же, перевести дословно. Нужно фантазировать. Но при этом порядок слов жесткий. И его следует просто запомнить, что вот такая вот структура должна быть. Кстати, она довольно формальная. Далее вторая структура. Тоже довольно популярная. Это должно быть so. Дальше у меня будет стоять прилагательное. Дальше у меня будет стоять as. А дальше у меня инфинитив. Ну вот, допустим, я возьму супер-дупер-вежливую просьбу. Would you. Дальше я ставлю be. Но это не относится. В принципе, здесь be могло и не стоять. Это уже дело такое. Здесь может быть as, может быть are. Здесь просто у меня модальный глагол, поэтому be. Would you be. Это тоже инфинитив, кстати. Но мы сейчас не о нем. Далее я ставлю so. Далее я ставлю kind. Would you be so kind as. А далее to help me. Это дико формально и очень литературно. Не могли ли бы вы быть так добры, чтобы помочь мне? Если разобрать это, нас интересует вот эта часть. Вот моё so. Вот оно. Дальше у меня вот прилагательное. Kind. Дальше у меня as. Вот оно. И дальше у меня вот инфинитив здесь. В отличие от предыдущего оборота или фразы, как угодно называйте это, где он был сразу с подлежащим, со сказуемым, здесь просто часть, которая сразу стоит после основного глагола или после сказуемого. Далее ещё одна очень популярная структура. Её так и называют. For to infinitive structure. Здесь у меня будет предлог for. Дальше у меня будет либо существительное, либо местоимение. Это как повезёт. И дальше у меня будет стоять инфинитив. И вот такая структура может гулять по предложению. Вот возьмём специально, я хочу взять два примера, чтобы показать, что она может быть в разных местах, в отличие от предыдущих двух, которые были, так сказать, закреплены более-менее жёстко. Вариант первый. It is difficult for me. Мне трудно. Это принять, допустим. It's difficult for me to accept it. Меня сейчас не интересует это. It is difficult. Это как когда. Иногда бывает стоит, это прилагательное. Иногда оно не стоит, это не суть важна. Меня интересует for. Вот оно. Дальше у меня noun, pronoun, существительное местоимение. Здесь у меня местоимение. А дальше у меня вот инфинитив. Вот таким образом. Теперь то же самое можно вывернуть иначе. И начать с for. Это немножко необычно. Английские предложения обычно не начинаются с предлогов. Но тем не менее. Здесь можно for me to accept it. То есть всё то же самое. И далее is difficult. Или is quite difficult. Я поставлю здесь ещё quite для смягчения. Можно было rather поставить. Можно quite. Это уже не суть важна. Но в любом случае у меня вот опять for. Опять местоимение. И дальше вот опять красуется инфинитив. Как видите, структура может гулять по предложению. И, наверное, последний пункт. Есть ещё одна ситуация, когда надо ставить инфинитив. Это в таких выражениях, как to be honest. Их очень много на самом деле. To be true. To begin with. Или to tell you the truth. Это самые типовые. Их на самом деле намного больше. Это, по сути, вводные фразы. Ну, судите сами. To be honest. Если быть честным. Или, честно говоря. To be true. То же самое. Чтобы быть честным. Или, говоря на чистоту. To begin with. Для начала. Или, начиная. С чего бы начать. Далее. To tell you the truth. Говоря по правде. Вот такие вот вещи. То есть, это вводная фраза. И если мы увидим её в предложении, это будет примерно так. He is quite wealthy to tell you the truth. Дальше обязательно запятая ставится перед этими фразами. То есть, эту фразу вообще можно было бы не говорить. Она просто подчеркивает какое-то моё такое более личное отношение к предмету, что ли. Ну, делает предложение более, что ли, разговорным, более человечным. Делает акцент на чём-то. То есть, говоря по правде, я хочу вам сейчас по секрету сообщить, что он довольно богат. У инфинитива есть ещё одна интересная черта. Как мы видели, когда речь шла о модальных глаголах, вот здесь вот немножко выше, в четвёртом пункте, после модальных глаголов, да, стоит инфинитив. И обратите внимание, здесь он стоял без частицы to. Это явление называется bare infinitive, то есть голый инфинитив, по большому счёту. Ну, какая разница, голый и не голый, но всё равно же инфинитив. Поэтому важно помнить, когда он ставится, ибо это тоже инфинитив. Итак, первый пункт, когда мы можем ставить голый инфинитив или инфинитив без to. Во-первых, после модальных глаголов, это мы уже знаем, I can swim, you may go, там и так далее, и так далее, я не буду уже писать примеры. Далее, второе, это менее известно, но это после выражений had better и would rather. Это, по сути, дублёры модальных глаголов. Это выражения, которые являются их заменителями. То есть, когда мне надоедает ставить, условно говоря, модальный глагол should в роли рекомендации, я могу поставить вот эти had better и would rather. You had better go, тебе лучше уйти. We would rather take a taxi. Или что-нибудь такое. Далее, очень интересный третий пункт. Это после определённых глаголов, опять же, а именно, после let, make, а также глаголов, показывающих физическое восприятие, то есть, все эти see, hear, feel, smell и так далее. И вот вся эта разношерстная компания должна обязательно сочетаться с каким-нибудь дополнением. То есть, не просто сразу после них надо инфинитив ставить, а нужно обязательно ещё дополнение какое-то, object. Ну, вот возьмём такой пример. Мы все его знаем. Let me tell you. Что мы имеем здесь? Вот let, всё как здесь. Дальше object. Вот то, что мне нужно было поставить. И дальше у меня вот инфинитив стоит без частицы ту. Или, например, такое. I saw him close the door. Я видела, как он закрыл дверь. Опять же, что мы имеем здесь? Вот у меня подлежащее, вот у меня сказуемое. Вот оно, физическое восприятие. Увидела его. Далее у меня, опять же, вот у меня стоит дополнение. И дальше у меня вот инфинитив. Здесь обычно отдельной строкой выделяют ещё один особенный глагол. Это глагол help. Help особенный тем, что после него можно как ставить ту, так и не ставить ту. То есть, у него два варианта. У него может быть инфинитив без ту, то есть, bare инфинитив. И может быть инфинитив с ту, то есть, full инфинитив. I help you do it. И I help you to do it. Без разницы. Ставим то, что нам больше нравится. И напоследок стоит ещё оговориться немного. Вот этот третий пункт, он действителен только в случае, если у меня active voice. То есть, если у меня не пассив. То есть, в активе, вот как здесь везде это всё написано, всё это правило работает. Но если у меня будет passive voice, допустим, меня видели, как я закрываю дверь. I was saying to close the door. Там будет полный инфинитив. Вот этот момент следует учитывать обязательно. И вот это есть перечень основных случаев, когда употребляется инфинитив. Да, он довольно длинный. Да, он совершенно бессистемный. Здесь нет какой-то логики. Это всё просто нужно запомнить. То есть, вот эти 5, 6, 7 случаев, когда ставится инфинитив, а не герундий, а не ещё чего-нибудь. Для нас это сложно. Для нас это странно. Как такое возможно? Почему именно инфинитив? Друзья мои, лучше над этими вопросами не думать. Лучше запомнить и просто знать, что вот в этих случаях ставится инфинитив, а в других случаях ставится инговая форма. Ну, что поделаешь, такова жизнь. Это особенность английских безличных форм глагола. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на более подробное видео по неполному инфинитиву, то есть инфинитиву без сту, равно как и ссылка на употребление герундии или инговой формы. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok